О том, какие именно кейсы работают в Яндекс.Деньгах и, возможно, чтобы вы оценили по-новому эти инструменты и решили, стоит ли их использовать в вашем бизнесе. Немного о Яндекс.Деньгах. Как вы все знаете, мы изначально были электронным кошельком, и это по-прежнему так. Мы все еще самый популярный электронный кошелек в России, но буквально два года назад мы запустили также решение для юридических лиц под названием Яндекс.Касса, который позволяет принимать платежи всеми самыми флорными способами. И именно на этом направлении, наряду с электронным кошельком, мы сейчас делаем акцент в своей работе. Ну и вы знаете, что нашими акционерами являются Яндекс.Избурбанк. Благодаря синергии с ними мы действительно запустили много новых и интересных продуктов. Придем к первому вопросу. Работают ли акции с мерчантами? Первый тезис, который я хочу озвучить, это «Отбирайте правильных партнеров». У нас в Яндекс.Избургах огромный эффект. Имеют акции с сервисами с регулярно аддиктивным платежным поведением. Это могут быть игры, социальные сети или форексы. И напротив, практически никакого эффекта не дают акции с сервисами, где покупки носят разовый и более-менее спонтанный характер. Это авиабилеты или ртейл. Регулярно аддиктивное платежное поведение. Такие сложные, красивые слова. Начнем проще. У нас была история с одной известной социальной сетью, когда есть ровный-ровный график продаж. И вдруг скачок. Мы начинаем разбираться, в чем дело. Может быть, партнер на своей стороне запустил акцию. Оказалось, что мальчик Петя, 13 лет от роду, завладел карточкой отца и купил себе подарков в этой известной социальной сети на 700 тысяч рублей. Слава Богу, все закончилось хорошо. Деньги папе удалось вернуть. Но такие истории тоже случаются. К счастью, большая часть покупок по акции – это покупки, которые клиенты действительно хотели совершить. И мы просто помогаем им купить это сейчас и с хорошей скидкой. Следующий тезис – добейтесь ощутимых скидок от партнера. Это не должно быть вот так. Это сказать...